Несколько километров вдоль берега в районе Жигулевской ГЭС и на соседних островах усыпаны мертвыми мальками. С каждым днем их становится все больше, рассказывают местные жители. В этом году люди жалуются на большое количество дохлых рыб. Причины называют разные. Кто-то сетует на сбросы предприятий, кто-то на цветение воды. А вот Средневолжское территориальное управление Росрыболовства выступило с иском против действий Жигулевской ГЭС. Административное дело ведомство открыло весной этого года и началось расследование. Причина обмеления Волги из-за резкого сброса воды электростанции, говорят в Росрыболовстве. На сегодняшний день расследование закончено. В ведомстве составили протокол на Жигулевскую ГЭС по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды». Однако на самой ГЭС апеллируют к закону, который регулирует речной сток Федерального агентства водных ресурсов. Говорят, что они сами лишь исполнители, которые работают четко по инструкции. В соответствии с поступавшим указанием Росводресурсов мы полностью отрабатывали все установленные нам задания и нарушение этого графика является нарушением, преследуемым в законодательном порядке. На сегодня во всех водохранилищах Волшеско-Камского каскада нормальные уровни водохранилищ, соответствующие текущему времени и текущему сезону. В Куйбышевском водохранилище отметка чуть более 52 метров, что соответствует норме. Также на Жигулевской ГЭС пояснили, что в этом году на Волге складывается маловодный режим, связанный это с природными условиями. Из-за снежной зимы весной ожидали большой паводок, которого не случилось. Вода ушла в почву. Майскую ситуацию решили с помощью планового накопления водохранилища. Поэтому сегодня опасности для рыб нет, уверены на Жигулевской ГЭС. По крайней мере, из-за количества воды. Чтобы убедиться, что сегодня Волга в норме, достаточно прийти на городской пляж, где ее уровень не отличается от предыдущих лет, говорят в организации. Впереди по этому делу грядут дополнительные проверки, которые и решат исход. Росрыболовство передало его в Жигулевский городской суд. Говорить о точных причинах происшествия, пока идет судебное производство, рано. Подсчитать все убытки смогут не раньше осени.